Всем привет! Тема у нас сегодня такая неоднозначная, неординарная. Немножко о психологии, потому что в последнее время это очень популярно. Мне предлагали вести тренинги здесь, в Стамбуле, в Турции, со знанием, скажем так, менталитета местного, со знанием психологии. Я отказалась, потому что... Ну, сейчас расскажу свое мнение по этому поводу. Но сегодня хочу с вами поговорить вообще о тренингах психологических именно для женщин. Какие-то за и против. Мое мнение по этому поводу. Я прекрасно понимаю, что сейчас в последнее время это очень популярно. Я вам хочу только одно, чтобы вы всегда помнили. Какие-либо тренинги, бизнес, личностные и все прочее – это инструмент по зарабатыванию денег. Если бы бизнес-тренеры, как бы вкладывая, там, да, говорили, вот вы сейчас послушаете курс каких-то лекций, тренингов, и вы станете невероятно богаты, откроете свой бизнес, почему они читают эти тренинги? Почему они еще не богаты и не воспользуются напрямую своими знаниями? Также женщина, которая тренер для женщин, да, психологических, если она, там, не замужем, если у нее, там, цель тренинга о замужестве читает, да, если она, там, одинокая, она читает, как притянуть к себе, заворожить мужчину и все прочее, или ее какой-то внешний вид не соответствует информации, которую она рассказывает, повод задуматься, а вообще о целесообразности посещения этого курса. Я ни в коем случае не хочу сказать, что, ой, вы глупые, не ходите, не тратите деньги или еще что-то. Каждый волен делать то, что считает нужным. Вот если вы пошли на курс, и он вам помог, я только за. Я за то, чтобы люди черпали информацию, питались как-то, да, информацией, я имею в виду, подпитывались, и это помогало изменить жизнь. Но многие почему-то, именно женщины, конечно, идут на женские тренинги с запросом изменить свою жизнь. Они думают, что они придут на курс, на тренинг, прослушают, потому что очень хорошие отзывы, как правило, на сайтах всяких, и в интернете отзывы очень часто подделаны, и не на самом деле. Это люди их оставляют, имейте в виду. Девочки многие думают, что пришли на курс, и жизнь их вся после этого курса изменится, все будет вообще офигенно, и, короче говоря, заплати деньги, и ты станешь счастливым. Это не так. А про курсы, как стать, как уметь притягивать мужчины, как стать стервой, как затащить мужика в постели, чтобы он туда не вылазил, стал твоим мужем, или как выйти там замуж. Вот такого рода на притягивание мужчины, на то, чтобы как стать стервой, вот эти всякие книги популярные, курсы. Вообще все эти курсы – это переработанная просто информация, взятая из книг и различных источников. Ничего вам нового там не расскажут, в отличие от того, что вы можете прочитать в каких-то психологических общих книгах. Как правило, это научно-популярная литература. Я, когда у меня спрашивают, подскажите литературу по психологии, я вам подскажу. Названий конкретных не даю. Открывайте Google и пишите научные статьи по такой-то теме. Научные статьи из научных журналов по психологии – это самый лучший источник литературы. Это исследование, это научно. Потому что развелось вокруг куча всяких книг, пособий, как стать стервой, как выйти замуж, как там трот, все, вот это все прочее. Это вот вода, это просто, я могу технику 10 штук написать, и вы можете это тоже самое сделать. Это просто трех бла-бла-бла, которые действительно отдельно помогают единицы. Их, как правило, пишут опять те же люди, которые изучают психологию, пишут научные статьи. Но вот такими книжками общими, какими-то, они на этом деньги себе зарабатывают, потому что это очень популярно. Главная ошибка, о чем я и сказала, девушки ждут, что их после посещения заплаченной квиток, знаете, получила ты в кассе о том, что ты оплатила курс, пришла, села на лекцию, твой жизнь изменил. Нет. Какой процент, поток людей на курс? Можно сделать классную рекламу большую, можно сделать фальшивую отзывы в интернете. Как правило, все так и есть. Но выхлоп вообще, почему лишь 5-10%, даже 10% это много, от 1 до 5% людей, выходя из курса, как-то могут применить эти знания на жизнь, и их жизнь действительно изменится в каком-то направлении. Почему? Потому что люди морально готовы на эти перемены, они просто идут как бы слушать учителя, наставника, им нужна последняя капелька, последняя добавка в свою веру, в свои мозги, в это чувство, чтобы тебя вдохновили, я бы так это назвала. Этим курсам, да, этим людям курс поможет, эти курсы помогают, и человек просто созревший. Но это не говорит о том, что вы сходили на курс, курс вам дал информацию, вас все это вложил, а вы вышли новым человеком, и вся ваша жизнь изменилась. Даже получив информацию с курса, ее нужно уметь переработать, не просто прочитав книжку популярную, как стать стервой, да, и стать стервой, а вообще нужно ли оно вам, это, стать стервой, и что вкладывается в это название. И кто идет к учителям, скажем так, на эти курсы к женщинам, может, опытным, бывалым каким-то, я вам хочу так сказать, девочки, вы ничем не хуже, не глупее, и почему кто-то вам должен читать с деньги переработанную информацию из интернета. Сидите дома, читайте книги, ищите эту информацию, и вы придете к всему самому тому же, что вам там расскажут, не тратя этих денег огромных. Вы потратите, ну, максимум, годовую подписку, я не знаю, в полторы тысячи рублей онлайн на какой-нибудь там сборник книг, онлайн-библиотеку в вашем телефоне. Вот что вы потратите, а не курс за отца-тца-тца тысяч того-то, того рублей, допустим, да. И к тому, что никто из вас не глупее, и до этого всего вы можете дойти сами. Курс дает сжатую какую-то информацию общую, и будете ли вы ею пользоваться, зависит даже не от курса, не от тренингов, а от вас лично. Вы можете прийти, и вам не понравится подача информации. Все, деньги потрачены зря, эта информация у вас не задержится. Вы уйдете с пустой головой оттуда. Мое мнение, почему нужно идти на курс, на тренинг какой-то, да. Это расширить свой кругозор какой-то, и получать информацию, которую вам просто тупо лень, самой почитать в книжке, что-то узнать. Второе, просто пообщаться в кругу своих единомышленниц, потому что туда придут девушки с такими же запросами, потребностями, как у вас, с таким же поиском, например, олигархов, я не знаю, стервозности, лично раскрыть себе, и все вот в таком роде. Ну и третье, просто если вам не хватает вот этой капельки вдохновения, чтобы вас поверили, вас до конца убедили в чем-то, тоже за этим можно сходить разок, чтобы вы себя почувствовали более уверенно. Самое страшное, что я вам, о чем я хочу предостеречь, что эти, к сожалению, многие тренинги психологически рассчитаны на людей слабых, моральных, каких-то зависимых от общественного мнения, от людей, да и вообще, в принципе, может быть, заниженной самооценкой, и они на них подсаживаются, как наркотик. Если вам хорошо прочитали курс, лекции какие-то, вы на них не вернетесь никогда, вы возьмете эту информацию, примите, и она вам будет, ну, как бы, курс этот повторять опять будет не нужно. А многие люди слабые на это подсаживаются, как на наркотик, начинают ходить, брать еще лично какие-то консультации этих гуру тренингов, и тратить, тратить кучу денег. Все, как я и сказала изначально, на выкачку денег, а это огромную такую машину, знаете, включается, без которой вы уже не можете, где вам в уши, скажем так, лечат, говорят, что вы офигенные, обалденные, сейчас мы вас научим, сейчас чуть-чуть-чуть-чуть еще научим, и вот чуть-чуть-чуть-чуть, и еще вы скоро научитесь, вообще все будет замечательно, но время идет, вы тратите деньги, а жизнь ваша не меняется. То есть, это выкачка денег. Имейте это в виду, это самый опасный момент вот в этих тренингах и курсах. Если вы сообразительный человек, если вы самоуверенны в чем-то в себе, не совсем у вас самооценка, все плохо, она там втаптана в грязь, если вам не лень почитать информацию в интернете, найти информацию, почитать какие-то блоги, блогеров посмотреть, заняться, я не знаю, изучением этой темы, каких-то вообще вопросов, раскрепощения себя, и если это проблемы какие-то с мужчинами, с общением, сходить к психологу на эту тему, разобраться с собой, вам эти тренинги не нужны. Вот так вам скажу. Я не буду называть фамилии, есть несколько очень популярных женщин, мне об этом периодически, девчонки в подписках, там в комментариях спрашиваете, как я отношусь к этой девушке, ссылки какие-то даете. Я вам всегда говорю так, девочки, потратите деньги на поход к психологу, если у вас какие-то проблемы есть, вам нужно с кем-то поговорить, что-то обсудить. А если этих проблем нет, на тренинг вам идти не нужно. Моя подруга периодически любит покупать какие-то тренинги. Ну, у нее же муж, ребенок есть, раньше были тренинги по работе коучинга, но это другое вообще ответвление, это нужно, я считаю, это правильно. Потом она пошла там, с мужем были проблемы после рождения ребенка на это дело, там, как там, сохранить семью, потом она даже брала, а как у ребенка то наладить, а как каких-то консультантов, там, по тому, по сему. Короче, человек на это подсел, и в итоге, когда она спрашивает, а на какие деньги тратить, она уже со временем не смотрит, сколько она денег тратит, она всему этому верит, а по факту, и она даже чувствует, она мне, мы об этом с ней разговариваем, я чувствую, что я на это подсела, мне нравится получать готовую информацию, но ничего не меняется, да, я что-то, говорит, узнаю по факту, а потом, говорит, открываю интернет, гугл, и вижу все то же самое. Она просто тратит деньги, непонятно на что, вот человек зависимый от этого. А когда я говорю, сходи к психологу, блин, обратись, пусть твои проблемы какие-то решают, все прочее, она не хочет, она боится решать свою проблему, это место, неважно, это личное, да, ее дело какое-то, не хочет человек обращаться, не хочет решать эти проблемы, ему нравится, как бы залечивать ранку, понемножку тратить большие суммы денег. Вот пример зависимого человека от всяких курсов, тренингов, всего прочего, именно вот этих бла-бла-бла. Что касаемо тренингов по работе, по бизнесу, по бизнесу, как заработать денег, я вот это тоже в тренинге не верю, но когда это личностные какие-то способности, личностный рост, раскрытие себя и всего прочего, я только за. Мне в жизни очень помогли тренинги, когда я пошла в театральный институт, у нас был прям курс тренингов, это с психологией вообще не было связано никак, у нас были тренинги на раскрепощение физическое, нас из нас вытаскивали, нас из личного дьявола, ангела и чертенка, раскрепощали, чтобы мы не стеснялись работать на сцене, общаться и всего прочего, это всякие психологические тренинги, это капец как интересно, я всем советую, кто люди, например, какие-то зажаты, есть театральные школы, студии и все прочее, вы туда походите, вы туда отдайте деньги, вам и поставят и речь, и общение у вас наладится, с мужчинами, например, не будете как-то стесняться, вам это все поможет, так что я жду ваших комментариев на эту тему, как у вас с тренингами, как вы к ним относитесь и считаете ли вы их нужными, я в принципе к ним отношусь неплохо, но есть определенные вопросы к ним и не надо как бы считать, что ваша жизнь конкретно изменится, посетив тренинг, жду комментарии, скоро увидимся, всем пока.